Общественники проверили обочины возле южноуральских дорог. С начала весны с магистрали вывезли более 800 тонн мусора, но этого не помогло. Там вновь образовались стихийные свалки. Как бороться с проблемой, знает Егор Хвисюк. Стихийные свалки — это проблема актуальна не только для населенных пунктов Челябинской области, но и для автодорог региона. Именно поэтому общественники вместе с представителями Миндор-Транса вышли в рейд на проблемные участки региональных магистралей. Например, местные жители, проживающие в непосредственной близости от автодороги Кузнецкая, МИАС, неоднократно заявляли о захламленности дороги. Прибыв на место, на первой же парковке общественники обнаружили огромную кучу мусора. Здесь и целлофановые пакеты, бутылки и прочие отходы жизнедеятельности. Уборка не приводит к какому-то эффекту, если граждане будут продолжать мусорить. Вот на данном участке уборка была проведена 20 мая. Полностью было все очищено и убрано. Сейчас, как вы видите, образовалась несанкционированная свалка. Согласно контракту, уборку дороги и ее обочины должен проводить подрядчик. И свои обязательства он действительно выполняет. Причем даже чаще, чем нужно, согласно договору. Убираться должны раз в месяц. Однако, по факту, уборку проводят еженедельно. И даже несмотря на это, спустя несколько дней на парковках и обочинах появляются все новые кучи мусора. Причину этого видят в том, что дорога находится в непосредственной близости от популярных мест отдыха. И недобросовестные отдыхающие, возвращающиеся с шашлыков или, например, с озера, просто не считают необходимым доехать до контейнеров с мусором и выбрасывают свои отходы прямо на обочине. Люди не привыкли с собой забирать в машину, пакетик вложить. То есть, кто едет из машины, тот и выбрасывает. Соответственно, дороги все находятся в насыпи. То есть, простая физика, все на откос ложится. Мы же проехали, посмотрели, сколько мешков, какая цикличность. Казалось бы, едешь ты по дороге чисто, а вправо-влево посмотри, это все внизу в откосе лежит. На месте стихийной свалки общественники проводят небольшой субботник и предлагают сразу несколько вариантов решения проблемы. Например, на каждой из парковок на протяженности дороги можно установить специальные мусорные контейнеры, переняв опыт соседних регионов. Или же и вовсе наказывать недобросовестных отдыхающих, которые выбрасывают мусор на обочинах и дорогах при помощи законодательства. Ситуация такая, достаточно сложная, комплексная задача. Мы вот сейчас услышали и, в принципе, договорились уже о встрече. Я думаю, на следующей неделе она состоится со всеми, включая и Журалмост, и Министерство соответствующее, и Главное управление лесами. Будем обсуждать. То есть здесь вот так вот не решить, и ответ не дать однозначно. Егор Хвистюк, Антон Захаревич, ОТВ.